Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Опасная жидкость со смертельным градусом. Меры борьбы с распространением суррогатного алкоголя обсудили на Совете Безопасности при главе Анапы. Байкеры совместно с инспекторами Анапской роты ДПС провели для учащихся урок безопасного движения. Анапы и Понтас – две дороги, две команды и только один победитель, который представит курорт в финале Кубка Краснодарского края. Сейчас обо всем подробнее. Овощи и фрукты местных товаропроизводителей, несмотря на засилие рынка турецкой продукции, пользуются большим спросом у санаториев Анапы. Они сходны по цене и их всегда можно получить в срок и с хорошим качеством. Глава города-курорта Сергей Сергеев познакомился с крестьянским хозяйством Владимира Бедарева, поставляющим фрукты к столу отдыхающих в 15 санаториев города. Поинтересовался, чем живет сегодня местный товаропроизводитель и какие проблемы его беспокоят. Организовал Владимир Александрович свое крестьянское хозяйство «Владимирский сад» в 90-е годы. На 30 гектарах он выращивает персики, сливы, черешню, яблоки, а с недавнего времени виноград. Потому что сын Сергей, профессиональный винодел, пришел в помощники к отцу. До этого он работал на Анапской зональной опынной станции «Виноград, растворяя виноделие». Поэтому глава крестьянского хозяйства с удовольствием знакомит главу города с сыном. Мой помощник. Он, значит, винодел. В 2009-м был лучший винодел в городе. В 2009-м он лучший винодел в городе. Кандидат технический. Когда он это добился, я сразу решил гектары посадить в технический сад, в винограде. Сейчас мы их посмотрим. Почувствуя искреннюю заинтересованность главы проблемами крестьянского хозяйства, садоводы рассказывают о самых животрепещущих. О том, например, сколько времени уходит на взаимодействие с контролирующими органами. Вот у меня, допустим, на пенсионный фонд в прошлом году, это минимум как дней 7-10 ушло. На налоговую инспекцию в год. Бывают какие-то недоразумения, так эти недоразумения пока решишь, уходит еще больше. Это в год складывается, это в полмесяца, это как минимально. А мы же нам-то работать надо. А как у вас реализация прохода? Реализация продукции, да? Несмотря на то, что у меня 15 договоров, это со здравницей. Прямых? Прямых 15 договоров. Плюс я торгую на привозе, на вот этих развозках, все равно у меня остается львиная доля продукции, которую очень тяжело реализовать. Тогда я обратился за то, чтобы получить хотя бы 2-3 места. Ну, так сказать, понимание... 2-3 места что вы имеете? Дополнительно вот фирменную свою торговлю поставить на период 3 месяца. Это июль, июль. 4 точки я предлагал. И глава тут же дает задание своему помощнику выяснить, как можно вывести это крестьянское хозяйство на торги. Можем ли мы объявить конкурс на продажу плодовощной продукции собственного производства? Вот ключевая фраза – собственное производство. Рассказали предприниматели и о низком напряжении в сети, что не позволяет использовать электрооборудование, например, те же сушилки для резки яблок. А их убирают в саду с июня. Сортов много, они самые разные, и яблоки впечатляют размером и вкусом. На подходе сливы, их тоже в саду несколько сортов. С удовольствием показали хозяева свою гордость – персиковый сад. А сколько лет это? Это посажено в день рождения моей внучки в 98-м году. А, в 16-м. И именно в тот день, когда мы садили, внучка берется. И назвали монастик от сада. Бедарева с удовольствием занимается виноградом. Когда приезжали французы в хозяйство, то с восторгом отметили, что они словно во французском шато побывали. Сергей показал свои корнесобственные виноградники. Он возделывает их на высокотехнологичной шпалере, используя районированные и очень древние сорта. Это позволяет именно получать тот виноград, который не стыдно положить на стол. Конечно, как истинный винодел Сергей Бедарев поделился и секретами виноделия. Продемонстрировал сорта лучшего своего игристого вина. Винодельня уже строится на крестьянском хозяйстве. Совсем недавно установили холодильник. Всем необходимым крестьяне обеспечивают себя сами. Их, настоящих тружеников и рачительных хозяев, хорошо знают в Анапе и любят их продукцию в анапских санаториях. На обратном пути мы заехали в один из них. С Бедаревым Владимиром Александровичем мы работаем уже не один сезон. Его продукция нас полностью очень устраивает. Продукция качественная, полностью соответствует нормативной документации. Поставляется всегда вовремя. То есть нам очень нравится. Сегодня в Анапе работала мобильная приемная президента Российской Федерации Владимира Путина. Вопросы, которые озвучили анапчане, касались проблем федерального значения, обеспечения льготным проездом в маршрутных автобусах и в общем расширения федеральных льгот. Обращались к президенту с просьбой внести поправки и изменения в некоторые законы. Часто обращаются молодые мамы. Бывают такие случаи, что они попадают в больницу. Ну, по разным причинам попадают в больницу. И там лечащий врач их оповествует, что после лечения можно еще посетить санаторно-курортное учреждение. Но это только в том случае, когда эти мамы работают по долгосрочному договору или по временному договору. Можно ли изменить законодательство, чтобы и те, которые работают у частных предпринимателей, молодые мамы, тоже имели на это право. Поднимали проблемы многодетных семей предоставлением льготных мест в детских садиках. Жильцы дома по улице Желанной 7 в СУКО обратились за помощью и в расчете на содействие. Их дом принадлежит Министерству обороны. Жильцы хотят перевести его в муниципальную собственность. В большинстве случаев анапчане обращались с вопросами, касающимися социального блока. Например, жители сельских округов и города-курорта обращались за помощью в решении проблем с федеральными дорогами, где необходимо восстановление, ремонт и продление. И среди всех обращений анапчанин заявил о необходимости укрепления федеральной пожарной охраны. Служба работала в Анапе с 10 до 17 часов. Глава Анапы провел заседание Совета безопасности по одной из главных болезней всех курортных территорий, имя которой суррогатный алкоголь. Сергей Сергеев отметил, что добиться результата в борьбе с этим злом позволило эффективное взаимодействие городских властей, правоохранителей и контролирующих органов. В то же время призвал работать на опережение, выявляя и пресекая каналы поставки нелегального спирта. Участники совещания обсудили дополнительные меры по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции в Анапе. Серьезность темы не вызывает сомнений. Торговлю суррогатом иначе как способом легкой преступной наживы не назовешь. Разменной монетой для недобросовестных коммерсантов является здоровье людей. Ни для кого не секрет. В погоде за легкой наживой недобросовестные продавцы нарушают законодательство в сфере оборота легальной алкогольной продукции, не соблюдают правила лицензирования, санитарные правила, порой ставят под угрозу жизни, здоровья наших гостей и нашего населения. При взаимодействии сотрудников правоохранительных органов, специалистов управления и в борьбе с незаконным оборотом алкоголя можно достичь хороших результатов. На курорте действуют мобильные группы, которые дежурят с 11 часов утра до 2 часов ночи. За первое полугодие провели 1200 рейдов, на 280 больше, чем в прошлом году. Составлено 140 административных протоколов, изъято 49 726 литров алкогольной продукции, что на 14 470 литров больше, чем в прошлом году. В этом году была решена проблема с плотированием изъятое алкогольной продукции, организованной в складском помещении на Пирменском проспекте на территории РОД ДПС. Успех в этой работе не только в изъятии суррогата, но и в перекрытии каналов поставок нелегального сырья для спиртного. Сотрудники ГИБДД зафиксировали 26 случаев перевозок нелегального алкоголя, изъяли 350 литров спиртного. Сотрудники отдела МВД выявили 148 фактов незаконной продажи алкоголя, а результат такой слаженной работы – тысячи спасенных жизней. По результатам которых по отношению к нарушителям 91 физической и 85 возрастные с физическим действием составлено 186 протокола обместительных правонарушений. На контроле специалистов Роспотребнадзора 719 объектов торговли, где реализуют алкоголь. Не во всех магазинах курорта торгуют честно. Из-под полы продают суррогат. Нарушают закон, ограничивающий продажу алкоголя в 50 метрах от школ. Дела на пять юридических лиц уже направлены в суд. Таких недобросовестных предпринимателей лишают лицензии. По большому счету, у нас половина населения, которые уходят по предотвратимым причинам жизни, именно вот из-за этого развода. Давайте серьезно подходить к этому вопросу. Объективно эта работа ведется. И позволяет нам сделать вывод, и в некотором случае, что мы направим. На курорте закрыли два цеха, в которых производили суррогатный алкоголь. Работа продолжается. Количество мобильных групп, контролирующих процесс продажи алкоголя на курорте, увеличат. И внеплановых проверок точек реализации станет больше. Контроль за недобросовестными перевозчиками сырья для алкоголя усилят. И к другим темам. Мопедисты – водители из группы «Риска». Среди участников дорожного движения, хозяева двухколесного транспорта – наиболее уязвимая категория водителей. Байкеры провели для школьников урок мастерства вождения и совместно с инспекторами рота ДПС урок безопасного движения. Большая команда смены летнего лагеря труда и отдыха временно разделилась на две. Девчонки и мальчишки доказывали друг другу и аниматорам, кто круче. Степень крутизны измеряли знаниями правил дорожного движения и практикой вождения. В танцевальном конкурсе уверенно победили барышни. Девчонки у нас получше, даже учитывая взрослый состав, который не побоялся к нам выйти. «Высокий класс подготовки в прохождении препятствий на скейтах показала команда мальчиков. И с шиномонтажом ребята справились быстрее и качественно лучше». «Конечно, парни должны у нас колеса чинить, не девчонки же их должны таскать». Завершающий конкурс – командная эстафета, после которой ребят приветствовали организаторы праздника, основатели и представители байк-клуба «Блэк Смит МСи Анапа». Немногословные, сильные, уверенные и внимательные водители на дорогах. «Ребята, помните, два колеса – это не только бешеные драйвы скорости. Два колеса – это мотобратство, это уважение и, прежде всего, это техника безопасности. Никогда не принадлежайте техникой безопасности езды. Всегда одевайте шлем, всегда будьте подготовлены, всегда соблюдайте скоростной режим. И помните, вы не только отвечаете за себя, ездишь на мотоцикле, вы отвечаете за тех людей, которые вас окружают. Их безопасность тоже, в том числе, в ваших руках». Правила дорожного движения напомнила инспектор РОТДПС Марина Потемкина и под честное слово поверила. Все учащиеся после такого занятия будут следовать каждому правилу дорожного движения. «Чтобы вы увидели, как по-настоящему можно веселиться, увидели бы прекрасную, прекрасно организованную команду, чтобы вы могли учиться у взрослых и правилам хорошего тона, и правилам дорожного движения, и просто творить добро». Это предпоследний день летней смены в школьном лагере труда и отдыха и эффективный метод обучения безопасности на дорогах. Продолжаем выпуск. 23 июля на стадионе «Спартак» состоялся матч, в котором встретились городской футбольный клуб «Анапа» и «Витязевский Понтас». Игра получилась невероятная по драматизму и накалу. Во-первых, обе команды представляют город-курорт «Анапа». Во-вторых, матч решающий. Победитель выходит в финал Кубка Краснодарского края. На 12-й минуте матча счет открыл футболист «Анапы» Марик Базаев. Городской футбольный клуб, воодушевившись, пошел в атаку, однако встретился с серьезным сопротивлением витязевцев, и уже на 20-й минуте Понтас сравнял счет. Первый тайм завершился со счетом 1-1. Понтас оказался целеустремленнее, и вскоре Георгий Мавропола забил второй гул. Игра завершилась со счетом 2-1 в пользу команды из Витязева. Таким образом, именно Понтас 23 августа будет сражаться в финале Кубка Краснодарского края. Его соперником станет команда «Афипс» из поселка Афипский, обыгравшая во втором полуфинале ГНС «Спартак» из Краснодара. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В пятницу, 25 июля, в Анапе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 30-32, ночью до 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 26 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова